так всех приветствую на сегодня расклад без темы чтобы вам посвятили подсветили что у вас там за процессы что вам нужно знать может подсказки какие-то сейчас разложу ориентиры и вот так это у нас послание фей это магические послания богинь а это лошадзин таро 1 2 3 позиции выбирайте если так неудобно двери ставлю вот сюда меня иногда смущает вас не знаю смущает или нет меня иногда смущает меня раздражает когда таро 1 все никак не успокоится все все трогает все переставляет но я такая же ничего не поделаешь тоже хочется потрогать поперемещать все определились с позиции начинаем смотреть итак первая позиция кто выбрал яблочко и послание что он тут хотят подсветить здесь хранит от вас наверно как сигнификация наверно сейчас будет как будто темнота сложно переживательно больно невозможность вот даже по этой карте чувствуется невозможность лететь как будто застыли застряли и нет возможности двигаться либо непонятное направление движения вот как в цементе ноги застряли застыл цемент и все говорят что вы сейчас не так все воспринимаете вот этот период вам дадим для того чтобы вы выносили какую-то идею либо какое-то желание либо какой-то проект то бишь то что вы долго хотели но не решались реализовать и вот этот период за застрявший как по вашим ощущениям на застрявший период вам дадим чтобы выносить эту идею чтобы окончательно принять решение и начать действовать вы не обязаны чего-то делать в этот период не обязаны не обязаны запрашивать не обязаны ну по привычным фрагментам жизни вот как вы раньше жили вы не обязаны это все делать если вам нужен период застрявшего состояния пусть это будет не обязательно работать упахиваться не обязательно там исполнять какие-то обещания хотя вы обещали то есть если вам нужен этот период дайте себе этот период поваляться ничего не делать там коматозится еще чего-то вы у кого как это проявляется в жизни вы не обязаны просто не обязаны вас даже энергии на это нет вам сейчас этот период дадим конкретно для вас для вашего будущего что вы там будете делать в будущем если вы сейчас будете распылять вот эту энергию на чьи-то чужие идеи например социальный установочный быт типа надо работать чтобы были деньги либо же надо обязательно готовить чтобы семья не обиделась и не изголодалась или там уж не прибил ну то есть вот эти социальные установки на вас сейчас не обязаны действовать вам нужно период дайте себе его эти установки действуют лишь потому что у вас внутри есть эта установка если вы ее снимаете и позволяете себе побыть в этом застывшим состоянии то никто на вас не будет вызверяться никто из вас ничего не будет требовать или заставлять чего-то делать просто эту энергию если вы распылите сейчас на чьи-то чужие желания социального мира либо родственников либо там супер родных людей то тогда вам не хватит на ваше желание это нужно помнить на исполнение вашего желания до период вот этого вот действия она придет но не сейчас сейчас просто застывшие до застывшие состояния пусть она будет примите него ну и пожалуйста потерпите вот финальная карта не такой длинный расклад как я думала но все-таки и вот карта долг погашен символизирует о том что старые грузы привычка чувствовать себя в долгу вас больше не обременяет понимаете о чем я тут символизировала рассказывала и подтверждение пришла эта карта так что все произойдет в свое время свое время сейчас дайте себе это время застывшего состояния все в облако вам вторая позиция она тут из двух частей состоит мне очень нравится надо делать такой цветочек так вторая позиция магическое послание богинь давно я не использовал эту карту по моим ощущениям магические посланием богинь чего он тут хотят передать все твое будущее не тревожьтесь все будет хорошо так время затишье такой пишем будто люди перебежали из первой позиции во вторую примерно та же история найдите тихое тихое место чтобы в уединение предаться отдыху медитации созерцания то есть этот период вам нужен как состояние затишье состояние ничего не делаем состояние побыть в одиночестве в гармонии самой или самим собой это карта не сейчас маякует что это сама вселенная которая говорит все что нужно я тебе там даже если ты работать не будешь и тебе дам деньги даже если тебе кушать ничего эти дань человека который принесет тебе то что тебе покушать нужно даже если тебе нужно куда-то поехать срочно просто элементарно невозможно купить билет потому что его нет я тебе дам возможность этот билет у тебя появится ты не обязана или не обязан так сильно тревожиться переживать и торопиться что-то делать для того чтобы что-то у тебя в жизни случилось сейчас твой период таков затишье но если тебе что-то нужно у тебя она будет просто верь в это доверяя вселенной и у тебя это будет вот эти форматы торопиться что-то бежать делать и исполнять какие-то чужие желания особенно начальника если вы на начальника работаете какие-то привычные действия работать убирать готовить что-то где-то выковыривать чего-то достигать выгрызать зубами это привычка из прошлой жизни эта ситуация вызвана о воспоминаниями из вашей прошлой жизни и когда вы это осознаете вы в состоянии осознания можете просто обрубить этот канат связи с позиции деструктивного воспоминания и привычки и на это пустое место когда вы обрываете этот канат энергия что дошла шла а сейчас нужно чтобы куда-то шла энергия другое место вы можете перекинуть этот формат связи каната да со вселенной к доверию со вселенной потому что если вам что-то нужно либо вам чего-то захотелось позиции что искреннее сердце во вселенной всегда это даст даст возможность человека даст там любые тела движения вашу сторону от других личностей либо ситуаций чтобы у вас это было чтобы у вас это исполнилось но это не значит что ничего вообще делать не надо нет имеется ввиду что в этот период времени вы не обязаны рвать куда-то бежать терзаться мучиться выковыривать выгрызать зубами вы не обязаны просто побудьте в тишине и в этом спокойствии исполнятся те нужды ваши которые ваши искренне они социального мира дальше изящное искусство выразите себя в творческой деятельности во первых что я здесь вижу у вас есть какое-то призвание призвание по жизни чего-то делать это всегда ассоциируется с творчеством кто-то вас понимает это рисовать петь что-то там шить что-то создавать но имеется ввиду творчество с позиции сердечного посыла творчество может быть совершенно любым не обязательно чего-то творить из бьюти сферы из такого а-ля прекрасного и ну типа мастерства да нет не в этом суть творчество это когда человек что-то создает из глубины своего сердца из сердечного посыла из зова души и вот у вас это есть и пока у вас голова забита социальными установками то должно быть так 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 это норма это база и без этого ну не сможешь дальше жить пока голова этим забита ваше творчество не может пробиться в реальный мир социальный мир в том что может человек другой увидит может быть увидеть а может просто увидеть то бишь иногда мы делаем как раз таки то что наше то что искренне но с позиции я сомневаюсь что это кому-то надо я сомневаюсь что это кому-то интересно и сомневаюсь что это кто-то купит и благодаря вот этим установка в сомнений идет формат отторжения людей то бишь люди даже если случайно увидит они не заинтересуется а если вы это создаете с позиции любви духовного роста позыва души да тогда на эту энергию примагничивается именно те люди которым это будет интересно которые это будут брать с благодарностью которые будут это покупать так вот вот эта социальная установка деструктивно это то что типа я обычный человек я зарабатываю обычно и деньги приходят только благодаря труду либо тяжелому либо постоянному либо чрезмерному труду когда-то изнеможения да и вот вот эту установку нужно убирать и плюс здесь фонит синдром самозванца это человек который сам себя не верит и не может пробиться по жизни синдром самозванца может быть не только в деле но и в семейной жизни в взаимоотношениях либо в материнских аспектах тут уже неважно у меня есть курс на синдром самозванца на прорабатывание синдром самозванца кому надо пишите в личку в шапке профиля и ссылочка на личку а кто на ю тубе смотрит там под видео возможно вы можете найти ссылку на телеграм и инстаграм пишите в личные сообщения пройдете и вот этой вот штуки не будет так что тут еще пройдете имеется ввиду проработаете не просто просмотрите видосики и все прослушаете нет прорабатывать надо да вам нужно понимание вам нужно взаимосвязи у многих из вас очень сильно работает мозг голова нужно понимание откуда это вылезла чем это связано как это с этим сработаться чтобы вот это уложилось и вы смогли перейти в состоянии творчества они бытового обычного проживания как вот обычный человек проживает работает страдает мучается какие-то копейки получает и ничего себе не может больше позволить чем хотел бы то есть сама вселенная мать-земля вся вселенная хочет вам помочь сейчас таким образом вы сможете защититься от деструктивных даже других установок не обязательно синдрома самозванца очень много деструктивных установок которые есть которые присутствуют в каждом человеке но которые не сознаются не просто работает и все и когда начинает человек проходить всякого уровня развития на души и вот эти проработки вот эти деструктивные установки прорабатываются отпускаются тогда человек начинает больше чувствовать осознавать себе вот эти вот этого деструктива и когда у них уже есть инструменты каким образом это проработать им легче тогда идти в свой путь свое творчество свое проявление своего дара вот тут еще это есть или нет но скачок вера пойдите на риск и осуществить сокровенное желание сердца я думаю этим все сказано все всем во благо кто хотите приходите прорабатывайте здесь еще карта вот это фонила весь расклад постоянно она на дне от сколько не мешало колоду постоянно эта карта на дне нет нужды тревожиться поскольку все идет прекрасно но она мне фонит всегда фонила вот видите какие черные глаза замыленные глаза деструктивными установками старым методом бытия старым образом жизни вот здесь вам подсказывают нет нужды тревожиться поскольку все идет прекрасно раз вам пришла эта штука этот расклад это подсказка там этот курс значит вам это надо но пойдете вы на это или нет это ваш выбор всегда ваш выбор все благодарю за внимание за ваше доверие идем дальше третья позиция уши центр он кто выбрал вот такой вот конч нож и прелесть какая сразу с ножом как а если я колоду поменяю послание мягче станет или нет или меня глючит давайте попробую поменять воду потому что очень мне нельзя менять колоду у меня тут попадали эти коробочки из-под карт и спички которые я использую для очищения ну свечи там всякое такое то есть уже использованные спички я все равно возьми эту колоду это оракул семей энергии кому очень хочется знать часто задают вопрос исцеление сердца давайте нам помягче передашь информацию или нет так я просто хотела облегчить помягче передавать информацию короче в вашей жизни на вашем состоянии на данный момент есть очень тяжелая ноша и она одна такая базовая на которой прицепилась еще куча поменьше то есть базовая штука которая является носителем огромной деструктивной энергии и к этой деструктивной энергии присосались более мелкие ну типа как программки которые родились из той основной энергии так понятно надеюсь понятно и вот для вашей души это был такой ход конем так сказать чтобы прожить тот негативный опыт который вы себе по карме принесли в эту жизнь раз вам пришла эта информация значит у вас есть шанс у вас есть возможность и вам дается позволение вселенной это нивелировать то бишь вы уже прожили этот опыт теперь нужно это переключить раньше это делалось путем человек умирает душа перевоплощается и все в новой жизни уже нету этого опыта сейчас же можно перерождаться в этом теле хоть 200 раз хоть миллион раз было бы желание но до над этим нужно работать если человек прожил уже определенную карму свою деструктивную ему дается позволение права переключить на более позитивную энергию свое бытие свое существование свою жизнь я тоже проживала своей жизнь деструктивную карму долго как по мне это было долго до 30 лет я ее проживала хотя я чувствовала себя вот этой вот странной личностью которую никто не понимает я уже была этим эзотериком я уже родилась эзотериком просто определенного возраста мне не давали глубокого-то нырять пока я не до прожила свою негативную деструктивную карму пока я не до перестрадала так сказать поэтому ваш путь может быть намного легче может быть приятней может быть более такой вот насыщенный в процветании если вы захотите но над этим нужно работать естественно вот вам дается позволение дается возможность достигнуть того успеха которое вы себе желаете например вы хотели стать миллионером вы можете это сделать путем отпускания деструктива у того либо вы хотели стать успешной леди либо там знаменитой моделью либо создать свою прекрасную ячейку общества семью до из любви из состояния принятия из понимания друг друга нарожать там 10 детей у вас есть это возможность то есть то глубинное искреннее желание которое было еще у вас в детстве она может сейчас реализоваться хоть даже она еще до сих пор даже не намекает что вот начальные стадии вот происходят нет вы можете это сделать просто просто нужно работать над собой так до прошлой жизни здесь повлияли я это уже передала и по факту вы приняли эту ответственность когда вот воплощались в эту жизнь вы приняли на себя эту ответственность прожить этот тяжелый опыт эту карму ну потому что сами прошлой жизни натворили дел все это нормально все это базово так но это та же самая история по-другому дальше короче в принципе вот здесь повторили то же самое просто для мужчин там было больше для женщин здесь для мужчин та же самая история была дальше они говорят да у вас есть возможность вот 0 перерождение по-новому но ваше участие должно быть то бишь вы сами должны открывать двери открыл открывать замки врата которые вы сами себя запечатали и сейчас без вашего участия никто вам в эти врата не откроет никто двери вам не при откроет даже никто не подсветит кроме ваших высших я ваших ангелов-хранителей но мы живем физическом мире и мы их как бы не видим да я их например ощущаю регулярно постоянно общалась на ментальном уровне через энергии чувствую но вот физический человек он редко это может осознать что сейчас вот открылась дверь вселенная подсказывает ангел-хранитель подсвечивает вот мне сюда надо войти чаще всего человек берет начинает вешать замки на эти двери что вообще в эту сторону не смотреть и мне там ничего не фонило не светило потому что я привык жить вот так и все больше не хочу никак по-другому это нормальная история все люди так могут делать просто вам подсвечивают что вы можете уже по-другому так по-другому это как из состояния души и состояния как мне хочется на самом деле не как голова говорит которая привыкла жить вот так вот а вот как душа мне подсказывает прорыв ну вам мешает только лень состояние привычки я привык вот так все мне достаточно сложно поднять попу и пойти что-то сделать с другой стороны есть формат выбора то есть человек либо выбирает вот так либо выбирает вот так вот кто-то может выйти состоянии прорыва кто-то может выйти в состоянии дальнейшего простым прокрастинации и состояние линии да поэтому от вас зависит только вот формат выбора как здесь показано нам есть две дорожки вот вы выпад здесь где-то кто-то выбирает формат линии идет в эту сторону неизвестно что и здесь где-то кто-то выбирает состояние прорыва прокачки себя осознанного состояния я хочу по новому видите здесь даже спиральку показывает что душа передает определенные ощущения я хочу вот так и вы это будете слышать чувствовать и действовать вот так блин как же не хочу этой колодой мы затем ее выбрала она такая жесткая жесткая до одиночество кто-то чувствует одиночество при этом в душе есть четкое осознание я могу я хочу мне позволено по-новому по другому и состояние изобилия процветания умея есть на это силы и возможности я чувствую что я могу быть совершенно другим человеком вот когда вы в состоянии одиночества когда вам никто не мешает никто на ухо ничего не говорит и никакой музыки нет то есть вы в тишине вы можете это четко осознавать и на этот свет идти вы сами являетесь этим светом и вы сами туда идете но до определенных пазликов не хватает для этих пазликов нужно как бы себя прокачать как бы пойти в то чего вы на самом деле не знаете вот эта карта символизирует того что на самом деле вы этого не знаете но знает душа душа там была душа как то проживала этот опыт для определенного проживания кармы вот той деструктивной вы закрыли вот эту вот связь вот эту вот информационную штуку но сейчас можете открыть можете как вам это сделать здесь надо другая колода классно наконец-то это как вам это сделать так можете взломать эту штуку прорвать это состояние у меня глубоко где то есть формат того что нужно бы пойти к проводнику и прокачать это все но такое ощущение будто вы так знаете как вы знаете вы чувствуете вы возможно где-то как-то пробовали но осознанно для себя не позволили увидеть результаты ну что голова того не поехала мозгами то есть у вас есть возможность это сделать есть так делайте осталось только выбрать в эту сторону так люди которые вас окружают могут вас отговаривать это нормально это аспект проверки самой вселенной хотя сама вселенная всегда говорит безграничные возможности и вот это вот что нас окружает это наши страхи наши переживания форматы страхов и переживаний можно вообще проработать меня на канале на youtube и плейлисте энергопрактики есть целая куча энергопрактик которые дают возможность проработать любые страхи особенно если вы осознаете например я боюсь того то того то пошли и проработали дали себе время там ну вот до месяца и уже этого страха не будет вы даже не заметите когда он пропадет а потом через время вспомнить его я когда-то этого боялась все уже не боюсь то есть у вас есть возможность сделать это самостоятельно кто не хочет самостоятельно хочет ускорить этот процесс прокачки себя то идите проводникам к людям которые умеют открывать сердца которые были заблокирования вот кому потянет кого почувствуете вот это мой проводник это мой человек вот идете и прорабатываетесь идете прокачиваете себя чего-то на все ничего сложного но сначала можно сделать выбор все на этом все информацию я думаю достаточно да кто почувствовал поток ко мне пожалуйста приходите шапки профиля если это тик тук есть ссылка в телеграме instagram пишите туда хочу на консультацию кто в на ю тубе там под видео есть ссылочки телеграме instagram только в личку пишите на это все до новых встреч пока и во благо во благо вам эта информация это все но и и и и и и